Я долг брал, получился так, как будто я мошенник или что-то такого. Примечательно, что еще за пару месяцев до этого случая женщина становилась жертвой другого мошенника. В надежде стать владелицей бизнеса, потерпевшая передала своему знакомому 400 тысяч рублей, необходимых для регистрации фирмы. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина захотела вернуть свои деньги. Тут и подвернулся новый знакомый, который обещал помочь через якобы имеющиеся у него связи. Надо проставиться, кого-то куда-то свозить, то есть небольшая оплата. И таким образом она еще, значит, этому Алишеру снимает деньги с банковской карточки, свои личные деньги, которые у нее были. Впрочем, сам задержанный утверждал, что лишь занимал деньги у своей знакомой, с которой он якобы жил. Чуть позже выяснилось, что у себя на родине он разыскивается за преступление, которое сам мужчина преступлением почему-то не считал. Значит, если судим там, значит, там в Узбекистане, это не значит, что я мошенник или преступник. Мне посадили там употребление нашей наркотики. Задержанный не имеет регистрации на территории России. Теперь мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества. Чуть позже будет решен вопрос о его экстрадиции в Узбекистан. Продолжение следует...